Книга книг поведала нам, что свободный человек и злодей называются одним словом халаль, имеющим два значения труп и пустота. Сколько в этом библейском откровении. Первое, и это на поверхности, борьба за свободу, если бороться до конца, сопровождается злодеяниями. Массовые убийства, грабежи, аресты на подступах к свободе. Обыденность. Если глубже, злодеяние не только соратник в борьбе за свободу, оно рядится в одежды свободолюбия. Например, сто лет назад монстр большевизма надел на руку куклу-освободителя обездоленных. Сегодня эта кукла одета на железную пятерню очередного чудовища. И этот новый минотавр, кстати, как тогда, на Крите питающийся молодежью, с большим чувством юмора назвал себя толерантность. От латинского толерантия, терпимость, терпеливость. Разумеется, настоящие поборники свобод, настоящие либералы добиваются прав и свобод для всех. По определению либерализма, свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. А выпячивающие и превозносящие одних за счет других, тем более затыкающие рот инакомыслящим, тем более замалчивающие или оправдывающие насилие, это не либералы. Кто же они? Наша цель не победить или унизить, а завоевать дружбу и понимание. С помощью насилия вы убьете лжеца, но не ложь, ненавистника, но не ненависть. Возвращаясь, насилие только сгущает тьму ночи, уже лишенной звезд. Тьма не может прогнать тьму, только свет может это сделать. Вот красивое, процитирую в оригинале. Как в воду глядел. Это были слова настоящего, либерал. Мартина Лютера Кинга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова